На самом деле грех – это мы сами себе вредим. То есть Бог есть, ну, совершенная любовь. Мы даже не можем себе представить, насколько Бог каждого любит человека. Не бывает неинтересных профессий, бывает мало знаний. И чтобы в будущем не сожалеть о неправильном выборе и безвозвратно потраченном времени, нынешняя молодежь предпочитает узнать больше о каждой из них. У нас на мероприятии присутствуют детки, которые хотят стать священнослужителями. Вот и батюшка Александр сегодня будет отвечать на их вопросы о том, какими морально-нравственными качествами обязательно нужно обладать священнослужителю, чтобы выполнять вот эту сложную миссию жизненную свою, пройти по этому сложному жизненному пути. Отец Александр рассказал о сути своей профессии, кто такой духовный наставник и как он связывает между собой поколения. Обретение себя в свете этой тысячелетнего осмысления, в свете высоты, которую Бог дает человеку, что ты для великих целей, ты для радости, ты для благодарения, ты, чтобы даже с какими-то побороться страстями и так далее. Принято считать, что профессия священнослужителя не сильно распространена среди подростков. Но это далеко не так. Навстречу пришли дети, многие из которых уже посещают воскресную школу. А кто-то всерьез хочет связать с духовенством свою жизнь. Лука Акилов учится в девятом классе и уже более года помогает в богослужениях в Богоявленском храме. Я хочу помогать людям, служить Богу, общаться с ними, помогать в вере, также еще стать ближе к Богу. Лука воспитывается в верующей семье. В возрасте 6-7 лет родители отдали его в воскресную школу. Но в тот момент он еще не осознавал свое истинное желание. Оно пришло позже. Я пришел в храм сам. Пришел вообще вначале посмотреть просто, что такое храм. Я остался, мне понравилось. Стал учиться в воскресной школе. После этого попросил батюшку благословить меня на послушение в алтаре. Я в нашем Богоявленском храме уже служу больше года, выполняю обязанности на клиросе, читаю третий, шестой час, буду скоро готовиться к чтению апостола на литургии. Проведение подобных мероприятий помогает детям осуществить свои желания. Депутаты-единороссы, представители общественных организаций, волонтеры всячески этому способствуют. Конечно, есть более популярные профессии, но стать священником – это личное волеизъявление. И такие люди во все времена были очень востребованы. Нужно сначала быть в храме, то есть уже ходить в воскресную школу, помогать в алтаре. То есть количество таких ребят, оно невысоко. И нужны опытные священники, которые могут вдохновлять, то есть могут погружать человека в свои смыслы, которые будут, чтобы молодому человеку что-то было интересно. Это нужно много потрудиться. Поэтому можно сказать, что здесь каждый человек на вес золота. Елена Краева, Фарид Хайрединов, телекомпания Одинцова.